Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В отличие от того, что мы делали в прошлом модуле, в отличие от включения с помощью инклюда всех исходных текстов в один файл последующего использования. Многофайловая сборка, в отличие от инклюда, это ситуация, когда мы компилируем программу НОСИ до объектника отдельно, а потом уже из объектников собираем с помощью компоновщика бинарник. В принципе, в прошлом модуле могла бы быть у нас тема многофайловая проекта на ассемблере, просто у нас не хватило на это ни ресурсов, ни времени. Поэтому рассказываю про это сейчас. Давайте вспомним, сколько у нас стадий преобразования программы из текста НОСИ в бинарник. Мы насчитали их чуть ли не четыре, в конце концов, потому что сначала запускается препроцессор, который как раз занимается инклюдами, то есть теми файлами, которые у нас включаются в исходный текст непосредственно. Затем вступает в игру транслятор, который превращает файл на СИ в файл на ассемблере, этим мы занимались в начале этого модуля. Вообще говоря, препроцессор, ни транслятор нас в данном случае не интересует. Поэтому мы сможем сразу начинать с третьей стадии, когда у нас код на СИ превращается посредством кода на ассемблере в объектный файл. Напоминаю, что объектный файл это специальный формат, в котором хранятся результаты компиляции, то есть фактически уже машинные коды, но не хранятся никакие подпрограммы и никакие куски кода, которые мы сами не писали. Помните, мы когда компилировали файл, особенно статически, он становился таким громадным, там мегабайты были, чего-то. Ну, сразу скажу, что мегабайты там были отладочной информацией, но тем не менее, когда мы собираем файл целиком, бинарник, в него приезжают не только тот код, который написали мы, но еще и всевозможные функции, которые мы вызвали из нашей программы, и, собственно, кусочек исполняющей системы СИ, которые обеспечивают разные важные вещи, типа вызов мейна, проверка его работоспособности, иногда там защита стэка тоже можно включить, ну, в общем, такие вещи. Если у нас проект состоит из нескольких файлов на СИ, а реальные проекты состоят из сотен, тысяч, десятков, возможно, тысяч файлов, ну, десятков вряд ли, но вот сотен и тысяч точно я видел такие и такие, то вся вот эта процедура сборки бинарника, предположим, у нас их 100, да, и один бинарник в результате, оказывается довольно такой, ну, неудобной для ручного действия операции. Значит, мы должны каждый файл из исходника на СИ превратить в объектник, а потом с помощью компоновщика взять все объектники и сделать из них бинарник. Ну, примерно так это выглядит, сейчас я попробую показать. Вот у нас есть, допустим, сейчас, 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 а тут нету, ну, и хорошо. Есть, допустим, файл, в котором есть main, который будет вызывать функцию, да, print, это было слово print, функ от, нет, сначала %d, да, а потом функ от 1, 2, 3, вот. А второй файл, f2.c, будет содержать эту самую функцию. Ему даже include не нужен, здесь будет f2, функ, вот, int, вот. И return, int, естественно, n, и return, там, n умножить на 2 плюс 1, вот. Единственное, что мы должны сделать в таком случае, когда мы хотим, чтобы оба эти файла, оба эти файла скомпилировались или работали, это, по-хорошему, мы должны объявить прототип функции func в втором файле, потому что иначе совершенно непонятно, на каких основаниях эта функция, во-первых, ей можно передать параметр 1, 2, 3, целочисленных, и, во-вторых, результат работы этой функции оказывается тоже целочисленным. Поскольку мы сначала превратим наши сишники в объектники, и только потом их скомпонуем, на этапе компиляции компилятор не знает, какого типа функции func, и какого типа у нее параметры, до тех пор, пока мы явно не опишем. Собственно говоря, в большинстве случаев именно такие прототипы, а еще описание разных типов данных, и валяются в инклюдниках, которые мы включаем, да, вот, например, stdio.h, мы включаем, чтобы вызывать функцию printf, вот, и вот ее-то прототип там и лежит, а в действительности функция printf находится в библиотеке C, ну, в общем, что понятно. Такие дела. Значит, давайте мы попробуем, значит, воспроизвести эту последовательность. Значит, для того, чтобы получить бинарник на выходе, у нас есть два варианта. Мы можем просто грубо скомпилировать оба файла. Даже можем, да, вот так написать. Вот, и получить наш out на выходе, но это не очень хорошо. Это не очень хорошо, потому что это когда их два, то компиляция проходит быстро. А когда их 100500, этих файлов, то скомпилировать все 100500 файлов, это довольно долгая операция, вот, тем более что далеко не всегда это нужно. Сейчас я об этом расскажу. Значит, если мы хотим их компилировать в раздельную, то мы должны сначала довести состояние до объектника. Вот у нас получается объектный файл f1.o. Он совсем маленький. Видите? Чуть больше килобайта. Вот. То же самое проделаем с файлом f2. Вот. И он еще меньше, в нем просто определена функция, да, видите, там, 35 байтов. Вот. И соберем из них, соберем из них бинарник. f1.o, f2.o, минус o, точка o, минус o, прок. Какой-то прок. Вот. Вот такая последовательность, да. Значит, обратите внимание на то, что я вызвал компилятор C, а компилятору C передал внезапно объектные файлы, потому что так удобнее. Помните, я на какой-то из практик, а может, на какой-то из лекций попытался собрать с помощью личного компоновщика LD из объектных файлов программы. У меня это не получилось. Потом я дома разобрался, и выяснилось, что для того, чтобы собрать с помощью компоновщика LD из объектных файлов программу, написанную на C, нужно помимо библиотеки C еще включать там три или четыре дополнительных кусочка, из которых состоит исполняющая система. В общем, это запуск LD руками. Это не для пользователя, а для пользователя запуска компилятора, который по расширению, напоминаю, что расширение файла в Linux, в принципе, это понятие отсутствующее, но в редких случаях, например, в случае компилятора, да, оно имеет значение. Компилятор по расширению .o догадался, что файлы эти объектные, и значит, что нужно запустить компоновщик. Вот он его и запустил, и собрал. Такие дела. Значит, если я, например, отредактировал только один из этих двух файлов, файлов, ну, здесь, допустим, а, нет, прок. А, да, вот смотрите, я отредактировал один из этих двух файлов, разумеется, я забыл, что мне нужно этот файл f2 скомпилировать, и при попытке собрать бинарник, я его собрал, вообще говоря, из старых версий объектников. То есть сначала мне нужно сказать ccf2.c-c, потом мне нужно собрать из него бинарник, и вот тогда оно заработает как нами. Получается, какая штука? Получается такая штука, что когда мы обновляем один файл среди наших исходников, то нам не нужно все исходники перекомпилировать. Нам достаточно перекомпилировать один, тот, который мы обновили, да, и пересобрать, перекомпилировать, и пересобрать из него бинарник. Все. Что наводит нас на мысль, что для больших проектов, многофайловых, было бы интересно написать какой-то инструмент, который отслеживал бы граф зависимости, то есть какой файл из какого получается, ну это должно быть как-то описано в какой-то форме. И дальше, значит, каким способом он получается, ну например, там запуском компилятора или еще чем-то, вот, и дальше, собственно, когда этот граф зависимости есть, очередная пересборка проекта сводилась бы к тому, чтобы определить по этому графу, какие исходные файлы обновились и стали новее, чем те генераторы, которые из них генерятся. И если таковые имеются, то перегенерить эти самые генераты. Вот. То есть в нашем проекте часть файлов мы пишем сами руками, а часть файлов, вот в данном случае их так ни много ни мало три штуки, да, это объектники и программа. Вот. Часть файлов это мы пишем руками, а часть файлов генераты. Вот. Значит, тут еще всякие другие файлы лежат. Давайте мы их, наш проект переместим в отдельный каталог. Значит, нам что нужно? Нам нужен только f звездочка точка си туда, в этот отдельный каталог. А все остальные файлы нам не нужны, прошу заметить, да. Генераты, f звездочка точка о и сам прог нам не нужен. Отстань от меня. Вот. То есть это довольно типичная ситуация, так скажем, засорения каталогов с проектами, когда вы вынуждены сначала сделать из одних файлов другие, сгенерировать их, да. Раз, два, три. Вот. И из этих пяти файлов три генераты, а два исходники. Это вот отдельно такая тема, как, понятное дело, что генераты никому не нужны. Более того, они опасны. Если, например, вы скопируете вот эту вот, весь каталог с сервера Сугон, который, как известно, на архитектуре MIPS, себе куда-нибудь в домашний каталог, вы внезапно обнаружите, что не только программа PROC не работает, что очевидно, да. Но из этих объектников ничего собрать нельзя. Они не в том формате совсем. Вот смотрите. Объектники, про них написано, что они под архитектуру MIPS, MIPS 32, релиз 2. Вот. Соответственно, это значит, что там лежит машинный код архитектуры MIPS, и такого рода объектники, конечно же, невозможно превратить в бинарник под IBM X8664, поэтому у вас ничего не получится. Такие дела. Значит, генераты. Вот эту самую проблему и решает инструмент, который называется make, вот, про который я собрался рассказать, прежде чем буду рассказывать про стройки. Так, значит, у make, в общем, всего три термина, да. MakeFile состоит из трех частей. Вы описываете цель, которую вы хотите получить, исходник, из которой эта цель получается, и рецепт, с помощью которого эта цель получается из этих исходников. Ну, то есть, в нашем случае, makeFile должен выглядеть так. У нас есть цель, которая называется prog, да, это бинарник такой. Он получается из исходника F1, точка, не из исходника, да, он получается из файлов F1.0 и F2.0. Для него это исходники, но для нас мы знаем, что это файл объектный. Вот. И рецепт очень простой. CC F1.0, F2.0, минус O, prog. Проблый. Вот. Такая же картина с получением объектных файлов из, файлов на языке C. Мы пишем F1.0, получается из файла F1.0, слева цель, справа исходник, то есть, слева target, справа source. Вот. Дальше мы говорим CC, дальше мы пишем рецепт. CC, соответственно, F1.0.0, минус O, F1.0.0. Вот. И абсолютно такое же правило для, абсолютно такое же правило для F2. В результате мы получаем некий свод правил, по которому из исходников вот этих можно получить вот этот бинарник. И дерево зависимости. Дерево зависимости такого вида, значит, ну какого вида тут дерево зависимостей? У нас, давайте прямо в комментариях напишу, у нас F2.C, из него делается, из него делается F2.O. О, такая же фигня с F1. Это комментарии, они не значащие ничего, ничего, не из них такого... Ну вот как-то так, да? Вот сейчас мы сделаем. Вот. Такая картинка. Такой вот граф. Соответственно, поскольку у нас есть топологический граф зависимостей, мы по нему можем построить граф порождения. Вот. Сказавши, что если у нас уже есть объектники F1.O и F2.O, но исходник F1.C оказывается новее объектника, то вся вот эта цепочка нуждается в перегенерации, потому что этот файл устарел и как следствие этот файл устарел. Да, то есть если в цепочке зависимости существует более новый файл, значит все, что после него в этой цепочке требуется перегенерировать. Вот. Значит, цель слева, target source справа, дальше идут эти самые команды, рецепты получения одного из другого. Выглядит это примерно так. Я хочу сделать программу PROC, а он говорит, слушай, а кстати, да, по умолчанию выбирается самая первая цель. То есть если я говорю make просто, то он будет делать PROC. Если я могу сказать make, допустим, make, допустим, F1.O, он скажет, что да. Значит, обратите внимание, что make отказывается сейчас пользоваться этим make файлом со словами я проверил все дерево, и все дерево нормальное. То есть программа PROC up-to-date, она актуальна, не надо ее трогать. Хорошо, давайте все удалим, здесь все генераты, удалим PROC, удалим звездочка .o. Так. Знаете, что я сделаю? Я сделаю вот так вот. Потому что мне надоело, когда Rm у меня... Unalias. Rm у меня спрашивает... У меня спрашивает, хочу ли я что-то удалить. Я хочу что-то удалить, я поэтому написал Rm. Вот. Вот наше дерево исходников, оно очень чистое, в нем всего два исходника и make файл. И если я скажу просто make, или что то же самое make PROC, потому что это первый таргет в списке. Вот. Так. Что я сделал неправильно? Что-то я сделал неправильно, давайте посмотрим. А, господи, прости. Ну, конечно, здесь-то надо было написать не так, здесь надо было написать минус С. Вот. Конечно. Обратите внимание, что я... Ну, я просто ошибся. Обратите внимание на то, что компилятор с ключиком минус С, когда он вызывает компиляцию дообъектного файла, он сам знает, что вывод должен называться F1.O. Мы даже можем поставить, на самом деле, пожалуйста, F1.O, но это будет совершенно одно и то же. Давайте поставим, чтобы соблюсти единообразие. Мне кажется, вот так работать будет. А, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сам же себе вырыл яму. Ну, так... Undefined resistance to main. Давайте посмотрим. Так. Тут все хорошо. Тут, в общем, тоже все хорошо. Чуть-чуть не нравится. Давайте посмотрим на выдачу. Multiple differential function. Чего? Не понял. Ну, ладно. Давайте еще раз. Давайте попробуем. Это функция. Это сишник. Все вроде как у людей. Сейчас. Вот. Я, кажется, знаю, в чем дело. Это довольно забавная штука, недавно возникшая. Сейчас. Я, кажется, знаю. Нет? А, ну да. Тут вот F2, а тут F1. Нет? Не хочет. Да что я сделал не так? Проснуться. Сейчас. Давайте сначала сделаем так. Может быть, я, в принципе, что-то сделал не так? Нет, так все хорошо. Теперь давайте... Сейчас. Понятно. Что-то не так скомпилировало. Там, видимо... Я знаю, что было. Там был неправильный бинарник. В нем действительно не было мейна. Оба из них были результатом компиляции файла F2. Ну, в общем, ват. Хорошо. Значит, если бы я, кстати, если бы я правило написал, правило, то ничего бы такого не было. Хотя нет, было. Я случайно... Ну, смотрите. С чем я столкнулся? Я столкнулся с тем, что если я скажу, вот, например... Не знаю, там... И попытаюсь сказать make. То будет ошибка, потому что в файле F2.0 лежит какая-то ерунда, и он нам об этом пишет. А то, что его надо перекомпилировать, он, естественно, не знает, потому что файл F2.0, он новее. Новее. Видите? Чем F2.0. Ничего удивительного. Короче говоря, надо было просто все удалить и с чистого листа начать, и тогда бы он... И тогда бы он минус F только вот так вот. И тогда бы он отлично сделал. Вот. Обратите внимание на то, что определение последовательности сборки произошло автомагически. То есть мы сначала построили дерево, потом определили независимые ветки этого дерева, и потом прошли это дерево в произвольном порядке, собрав сначала объектники, а потом из объектников бинарник. Более того, если я как-то модифицирую файл, вот здесь вот напишу, да, то последующий make по нашей программе ограничится только тем, что пересоберет один модифицированный файл, ну и, естественно, соберет весь бинарник из того, что получилось. Вот. Вот в этом месте происходит масштабирование, когда у нас файлов не два, а 100, 500, и мы меняем только один, и объектники для других уже готовы. Происходит такая вот экономия. Обратите также внимание на то, что когда я вот здесь вот мучился, да, я, собственно, сломал эту схему, я подложил какой-то неправильный объектник. Вот. Разумеется, разумеется, make не может понять, что я подложил неправильный объектник. Он пользуется только временем, ну, как бы временем последней модификации. Вот. В принципе, в этом файле, нет, не в этом, в этом файле, можно правила чуть больше, ну, это вот мы убираем, правила чуть-чуть более сделать красивыми с целью, которую я расскажу чуть позже. В чем идея? Это вот, значит, то, что мы делали как раз на семинаре. Идея стоит в том, что для того, чтобы, для того, чтобы, сейчас я посмотрю, что-то еще, да, для того, чтобы универсально описывать правила, в make есть понятие подстановки, подстановки одного значения вместо некоторого обозначения содержательного. И в частности, вот здесь мы можем подставить список всех источников, а вот здесь мы можем подставить название таргета. Доллар – это как раз признак того, что происходит подстановка, а вот эти волшебные птичьи символы, они как раз заменяют, их там четыре, есть вот такая штука или пять, ну, четыре будем считать, есть меньше, и есть еще попросительный знак. Вот. Значит, ну и здесь такая же фигня, да, это исходник, key. То есть, вот на этом птичьем языке написано буквально следующее, что взять все исходники и написать строчку cc, список всех исходников, минус o, название таргета. Здесь cc, список всех исходников. Вот. Такое тоже будет работать. ватс. Вот. Обратите внимание, я использовал утилиту touch для того, чтобы просто изменить время доступа к файлу, и на этом основании Make принимал решение, какой из таргетов нуждается в пересборке, потому что его исходник изменился. И тут вот видите, да. Значит, переменные бывают не только вот такие птичьи, но и самые обычные. Например, мы хотим, мы хотим, что мы хотим? Мы хотим, чтобы, да, значит, мало того, что переменные бывают обычные, давайте не так сделаем, давайте все по очереди. Таргеты совершенно необязательно являются таргетами по сборке. Таргет — это всего лишь некое правило, сопровождаемое рецептом, как это правило реализовать. Например, если мы сделаем таргет clean, в котором мы будем удалять просто все, что мы могли здесь нагенерить, звездочка, точка, о, и круг, то у нас прекрасно будет работать команда make clean, которая будет запускать эту самую команду. вот. Это вместо того, чтобы руками все удалять, мы это самое удаление руками пропишем в качестве одного из таргетов в make-файле. Обратите внимание на то, что у этого таргета нету сорса. Это значит, что правило, которое здесь обозначено, будет выполнено в любом случае, ну, потому что у нас не с чем сравнивать, у нас нет источников, которые могут оказаться ненавее таргета, и поэтому make clean у нас отлично работает всегда. Вот. Значит, теперь вот пришла пора сказать про переменные. Мы можем написать вот так, например, generaz равняется, и тут написать вот эту звездочку, точка, о, и прог. А здесь написать rem-f generaz. Обратите внимание, что подстановка в make-е устроена таким образом, что вы пишете доллар, круглая скобочка, а в ней название переменной. Если переменная однобуквенная, то можно круглые скобочки не писать, или односимбольные, да, вот как здесь. Но в принципе и то, и то, и то верно. Почему вот так вот удобнее писать? Ну, например, потому что мы хотим еще, ну, например, такой там звездочка тильда или звездочка точка баг. Ну, короче говоря, или там вот я очень люблю файлы под названием о. О-о-о. О-о-о. Такая вот фигня. Значит, если вдруг в нашем каталоге лежит какой-то мусор, который так называется, его тоже надо удалять. Вот. Поскольку, поскольку здесь стоит ключик минус f, он игнорирует тот факт, что на самом деле этих файлов нету. И поэтому, если мы скажем make clean, и он, да, он просто запустит rm-f, но при этом, если даже ни одного такого файла нет, ну, хорошо. Вот, вот, вот такая команда работает, да, а вот такая команда нам будет ругаться. Ну, и хорошо, что она не... Вот. Это я просто очень люблю называть файлы o, o, там, o.звездочка, еще o.звездочка. Вот это уже вполне приличный make-файл, в котором есть главная цель, промежуточные цели и всякие хитрые цели, связанные, например, с очисткой содержимого. Вот. Значит, примерно на этом мы остановились, когда у нас был семинар, а сейчас я хочу чуть дальше продолжить. А нет, есть еще одна вещь, которую стоит озвучить. Значит, обратите внимание на то, что mc-edit обозначает такими стрелочками в разные стороны. Это символ табуляции. По историческим причинам в make-файле рецепты всегда начинаются на табуляцию. Если ваш редактор преобразует табуляцию в пробелах, то вы будете страдать при написании make-файла, потому что в нем это обязательная штука. Вот здесь вот, вот здесь вот стоит табуляция. Значит, вот у Вима есть такой страшный режим, который называется лист, который показывает концы строк табуляции вообще. Вот мы видим вот это вот control-e, это и есть табуляция. Значит, если вы собираетесь редактировать make-файл в редакторе, который автоматически заменяет табуляции пробелами, либо выключите эту фичу в этом редакторе, либо делайте что-нибудь хитрое. Хитрое это следующее. Во-первых, вы можете писать писать рецепты в строчку. Это, в общем, не страшно. Выглядит это примерно вот так. Тогда разделителем является точка с запятой. Значит, смотрите, цель, исходники, рецепт. Причем, даже если этот рецепт состоит из двух строк, они просто разделяются точкой с запятой. Цель, двоеточие, исходники, точка с запятой, рецепт. Вот. И здесь уже никаких табуляций не нужно. Обратите внимание, что если вы так оформляете make-файл, то в случае пустого исходника точка с запятой все равно нужна. Она отделяет его от рецепта. Вот. И есть еще более извращенная форма, не знаю, нужна она или нет. Это волшебная переменная, которая называется recitePrefix. Вот. Сейчас попробую показать. В которой можно взять, определить recitePrefix, ну, например, не знаю, там, двоеточие. Вот. И здесь не надо, а здесь надо. Yes, no, yes, no, yes, yes. Вот. Мне кажется, такой make-файл тоже будет работать. Читать это намного сложнее, набирать это тоже, в общем, не сахар, но таким образом мы избавились от всех значащих табуляций в этом файле. давайте попробуем. Make- минус минус m make-файл не минус а минус c. Кажется, нет. Кажется, нет. Не обязательно капсом. Так просто удобнее отличить их от непеременных. Забыл. Минус F что ли? Да, минус F. Make-файл точка деветит clean. О, видите, работает. Вот. Вот наш нетрадиционный make-файл, у которого в качестве метки начала рецепта используется двоеточие. Вот. Не знаю, мне больше такой нравится. Вот это вот, оно довольно хорошо читается. Правда, я их видел, наверное, несколько тысяч за свою жизнь, а может быть, десятки тысяч. Вот. Значит, а, да, обратите внимание вот на что. В этом make-файле имеются две, два совершенно идентичных рецепта для изготовления F1 и для изготовления F2. Можно, разумеется, пора заканчивать с этой темой. Можно, разумеется, подумать о том, чтобы научить make делать такие универсальные рецепты на всех, вот, которые выглядят примерно так. Здесь вы пишете процентики, здесь вы пишете процентики, здесь вы пишете, а здесь остается как было. Что при этом получается? При этом, когда мы канализируем дерево, он говорит, вот у нас есть цель прог, она делается из двух файлов .o, один называется F2.o, другой F1.o. Для файлов такого типа у нас есть рецепт, вот он, в котором написано, что из файлов чего-то там .o, файлы чего-то там .o, получается из файлов чего-то там .c путем выполнения вот такой команды, где уже у нас используется понятие список исходников, поэтому тут ничего страшного нет. Вот. Ну и на этом основании он строит то же самое дерево совершенно, вот, так что продолжай работать. Вот. Рецепт по умолчанию. Чтобы закончить эту тему и перейти все-таки к сишным строкам, скажу, что на самом деле рецептов по умолчанию в стандартной поставке утилиты make вагон и маленькая тележка. Вот сейчас давайте мы скопируем как-нибудь вот так. Вот. И скажем ему, скажем make минус p. Make минус p как раз приводит к тому, что все настройки, все то, что make по умолчанию имеет в голове, вывалится нам на экран. Ну давайте для начала посмотрим сколько. Вот видите, 1200 строк, почти 1300 строк каких-то каких-то настроек. Да? Давайте посмотрим, где они тут, лес. Это сначала определение каких-то переменных в количестве. А вот это уже правило, смотрите. Вот правило, в котором написано как делать бинарники из сишников. Бинарники. А нам нужно правило как делать как делать объектники из сишников. А вот правило как делать объектники из сишников. Объектник получается из сишника, это комментарий. Путем запуска чего-то, что лежит в макросе compile.c с опциями, которые называются output option, и это исходник, значит, доллар меньше, это первый из исходников, или точнее не так, тот исходник, из-за которого мы начали пересборку, тот, который оказался самым старым. Поскольку здесь всего один файл, то конструкция доллар меньше, она соответствует конструкции доллар-крышечек, поэтому я обычно, кстати, вот этой пользуюсь. Вот, то есть, давайте посмотрим, что такое compile.c, что такое output option. Давайте посмотрим, что такое compile.c. Compile.c О, compile.c это подстановка вот таких переменных. Вот это вот cxx, это компилятор, почти наверняка, это флаги компилятора, это флаги припроцессора, это, ну, в общем, а, это compile.c, а нам нужен compile.c. А, да, вот, compile.c, да, вот смотрите, compile.c, это просто подстановка макроса compile.c, а compile.c раскрывается вот в это, можно посмотреть, что означает вот это, cxx, это будет компилятор cc, cxx, фласт, ничего, вот, ну, в общем, еще output флаг какой-нибудь, да, аут, сейчас, или давайте доберемся до начала, да, давайте все-таки доберемся.cx. cxx. cxx это почему-то g++, ну, g++, так g++, какая разница. Дальше, что там еще? cxx-флакс это отсутствующие переменные, поэтому там будет пусто. cpp-флакс, отсутствующие переменные, ldf, короче, эти все переменные пустые, вы их можете задать, и тогда внезапно, при подстановке, они подставятся, сейчас я это покажу. вот, я хотел показать на output, что там, output options, или что-то такое, давайте, минус o, да, а это уже понятно, что такое, минус o, доллар таргет. То есть, возвращаясь к нашему правилу, который мы подглядели, вот это все превратится в, там, cx, или g++, не помню, минус o, этот самый таргет, и дальше исходник. То есть, примерно в то правило, которое мы и написали. Таких правил довольно много у нас, как вы видели, но это означает, например, что, а, мы можем вот это убрать, и будет работать. Обратите внимание на вот эти пробелечки. Они возникли из-за того, что мы, там в макросах есть подстановка пустых переменных, типа cxflux, cppflux, вот этого всего. В этом бонус. Получается, что мы можем, например, сделать вот так, смотрите, мы можем задать cflux, равняется, ну, скажем, минус o0, минус g, чтобы у нас была компиляция, так, кавычки не нужны. И этот cflux будет немедленно подставлен, видите? Вот. Это потому, что у нас задействовано было одно из правил по умолчанию, которое в этой большой базе было сделано. Мы и сами могли так сделать. Вот. Просто если вы увидите makefile, в котором ничего нету, и вот это вот чудесным образом делается из c, то помните, что это всего лишь некоторые правила по умолчанию, которые лежат вот в этой самой базе, которую мы можем посмотреть, сказав make-p. Вот. если писать правило явно, то вот оно. И вот сюда мы могли поставить dollar cflux, вот в это место, да, и все было хорошо. Такие дела. Хватит нас того, что есть. Оно работает. и даже вот используются какие-то переменные типа cflux, которые подстановлены. Значит, стоит только заметить, что make, это утилита, которая используется для того, чтобы указать граф зависимости одного файла из другого, и как этот файл из другого получать. Совершенно не обязательно. И это имеет отношение к какой-нибудь компиляции. Если вы знаете команду, которая порождает какие-то данные, эти данные можно положить в файл, это все можно описать на make. И, собственно, домашнее задание, которое я сегодня вписал, да, оно будет стоять ровно в этом. Я имею в виду домашнее задание по семенам. Хорошо. Значит, у нас осталось не так уж много времени, а нам нужно поговорить еще об одной важной вещи, которая имеет отношение к языку программирования и системы. У нас на нее будут задания к лекции, задания въеджаджа. Это строки в Си. Первое, главное, что нужно знать про строки в Си. Их не существует. То есть нет такого типа данных строка вообще. Почему? По двум или даже, ну, в общем, по двум причинам. Нет, даже по трем причинам. Причина первая. В Си вообще все очень плохо, я имею в виду в синтаксе Си, да, все очень плохо с данными непонятно какого размера. Будучи низкооргеным языком, который не скрывает ничего из реализации, да, Си, в общем, не способен сымитировать какой-то тип данных, у которого непонятно какая длина. Вторая проблема состоит в том, что когда мы имеем дело со строками, мы, например, имеем дело с буквами. И у одних людей буквы – это одни символы, а у других – другие. У одних людей считается, что, например, при сравнении больших и маленьких букв они считаются равными, а в других национальных стандартах они считаются неравными. В некоторых случаях бывают, например, ситуации, когда две буквы считаются за одну, такие дифтонки, а в некоторых – нет. И так дальше, и так дальше. Помните, например, двойная буква С в немецком языке, С, Ц, которая такая вот в виде, похожая на бэтон. На самом деле это просто две буквы С. И должны считаться как две буквы С. Короче говоря, придумывать тип данных, который бы все это поддерживал, прям тип данных синтаксически, это, конечно, не уровень языка С, потому что это слишком круто и слишком мудно, и код получается такой, что вы не представляете, во что он компилируется. Третья причина состоит в том, что, вообще говоря, С – это язык, который мы неотделим от той вычислительной модели, на которой он запускается. То есть он пользуется теми свойствами и теми определениями и теми данными, которые реализованы на нашем процессоре. То есть С – значит, что такое байты, а также машинные слова. С может интерпретировать байты и машинные слова и некоторой другой длины куски памяти, как, например, целочисленные со знаком или без знака. Но все это, повторяю, результат того, что это все реализовано самим процессором. Вот. Ну и понятное дело, что строки в общем виде, конечно, к этому не относятся. Что вместо строк есть в Си? Вместо строк в Си есть библиотека, ну, точнее, кусок библиотеки ЛипСи, стандартный, которая работает с цепочками байтов, заканчивающиеся нулем. Мы видели с вами цепочки байтов, заканчивающиеся нулем. В прошлом модуле это так называемый стандарт аскизы, когда у нас идут какие-то байтики, а потом в конце нолик. Вот. Вот это и есть строки в Си. Цепочка байтов, заканчивающаяся нулем. Точнее, массив чаров, если уж говорить сишными терминами, у которого в последнем месте стоит ноль. Никакой дополнительной информации относительно того, чем является этот массив чаров, даже, например, его длина, не хранится. Просто некая последовательность байтов в памяти, у которой в конце должен стоять ноль. Это, кстати сказать, приводит к очередным ошибкам программирования на Си, когда вы, например, забыли этот ноль поставить, а дальше пользуетесь этим чаром, чар-звездочкой, как строкой, и у вас, ваша программа на Си ходит по этой строке до тех пор, пока не встретит там случайно образовавшийся ноль где-то в глубинах уже вашей памяти. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, на самом деле, функций, которые работают с такого рода строками, все довольно много. несколько десятков. Потому что, ну, понятно, потому что работать со строками приходится очень часто. Это и все сообщения об ошибках, это пользовательские данные, и все что угодно. Да? Поэтому такого рода строки, которые не являются типами данных, а являются просто кусочками байтов в памяти, да? Отлично поддерживаются все. Вот. Значит, ну, если подряд смотреть на референсе, что они умеют, то это функции, которые определяют, является ли данный символ чем-нибудь. Вот. Видите, тут много чем. Цифрой, буквой, маленькой буквой, большой буквой. А, нет, вот эта цифра, а это алфавитно-цифровой, то есть буквы и цифры одновременно, попеременно. Вот. Шестнадцатеричные цифры, ну и так дальше. Вот. Удобная штука для того, чтобы определять, кстати, давайте посмотрим, например, вот эту функцию, какой у нее параметр. О! Обратите внимание, что функции типа из, хотя они и названы строками, на самом деле работают с, единичными чарами, которые еще и передаются в качестве, в виде интеджера. Ну, вообще, кастинг до интеджера, это нормально. Например, в стек мы не можем чар положить, в стек мы можем только инт положить. Вот поэтому мы так и работаем. Но, обратите внимание, функция вроде как лежит в разделе строковых, но нифига не со строками работает, работает она с одним символом, и он говорит, является ли этот символ буквой. Вот и все. И даже есть преобразователи строк, которые ты ему даешь строку на вход, а он, например, превращает ее в строку из только маленьких букв и в строку из только больших. Да, да. Оно происходит, на самом деле, даже, ну, скажем, в MIPSE вообще ничего нельзя положить, просто так. Вот положили в стек байт, увеличили на единичку стек поинтер, так теперь туда нельзя положить ворд, потому что там нечетный адрес. Вот. Поэтому традиционно при использовании стеков всегда происходит выравнивание. А если мы туда кладем байт, на самом деле кладется ворд. Вот. То есть, наверное, есть какие-то архитектуры, в которых можно себе вообразить обе конвенции по упаковке, скажем, нескольких байтов в одно машинное слово, но это выглядит как, ну, в общем, такое, ненужная трата усилий. Ну, сколько у нас параметров функций будет? Там, 5? Ну, 5 байтов, 5 слов, это не так уж и много, не такая большая разница. Вот. Значит, функции преобразования, они преобразуют нам маленькую букву в большую. Опять-таки, обратите внимание, они символьные, то есть, это не со строкой работа. Вот. Более интересные функции, которые уже работают со строками, это преобразование из строкового представления в числа и обратно. ну, скажем, какой-нибудь A to I преобразуют из строки в число. Ну, A to L в длинное целое, а A to L в длинное-длинное целое, 64-разрядное. Вот. Мы с вами для этой цели на практике, помните, пользовались функцией scanf, scanf, s, scanf и s, printf, которые это умеют делать. s, scanf точно пользовались. Но на самом деле есть вот такие атомарные функции, которые просто одно число превращают в строку или одну строку превращают в число. Вот. A to I или str, то I вот это все. Нет, число в строку. Вот. Значит, а вот эти функции, которые из раздела string manipulation, они как раз работают с теми самыми цепочками байтов, превращают и, ну, допустим, s, r, c, y просто копирует одно в другое, у него два параметра. Первый параметр куда, второй параметр откуда. Обратите внимание, что нету параметра длина. Что это означает? Это означает, что если у вас вы заказали вот здесь вот 100 байтов приемника, а у вас источник содержит, ну, скажем, 200 байтов и ни одного нуля, то вы сами себе злобный буратино. Потому что вы этой функции распишите 100 байтов приемника и еще 100 байтов какой-то памяти, которая после этого места лежит. То есть ответственность за то, что приемник не короче источника лежит лично на вас. И никак иначе. Неудобно, но, в принципе, таков все, потому что таким образом мы сваливаем тяжелые операции по проверке консистентности данных на пользователя, на программиста. А легкие и эффективные операции собственно кодируем. Ну и также напоминаю, что чар звездочка это чар звездочка, это просто указатель. Никакого типа стринг нету и стало быть хорошо, что есть такая функция. Вот. Но поскольку это опасно, поскольку мы можем написать код таким образом, что не думая запишем большее в меньшее и тем самым распишем чужую память, у большинства функций, которые мы используем, есть также вариант с буквой N, например, STRNCPY, у которого есть дополнительный параметр, это количество передаваемых символов. Вот тут уж, если вы сами себе выстрелите в ногу, то только тщательно прицелившись. Это значит, что вы выделите память или возьмете массив на там 10 элементов, а здесь напишите 20. Сами лично здесь 10, а здесь 20. Ну тут уж, естественно, никто помешать не может. Если вы хорошо прицелившись, в ногу выстрелить можно. Вот, это C, он все разрешает. Но использовать функцию с суффиксом N удобно в том смысле, что вы никогда не ошибетесь. Если вы скажете, у вас есть размер приемника, и здесь вы укажете размер приемника, это значит, что если вы будете копировать строку, в которой в цепочке байтов не будет нуля на нужном месте, то N байтов скопируется, а больше нет. Ноль, кстати, не дописывается в конец. То есть, у вас там нуля не будет. Это тоже надо знать. Стерцепы Y просто копируют одну строку в другую, точнее, цепочку байтов из одного места, указанного указателем чар звездочка, в цепочку байтов в другое место, указанное указателем чар звездочка. Вот. А стеркат, например, просто кат. Стеркат, например, дописывает в конец. То есть, вы передаете ему приемник, передаете ему источник, в источнике у вас неизвестно сколько байтов, в приемнике у вас тоже неизвестно сколько занято, сколько свободно, после чего он берет источник, дописывает в конец приемника вместо нулевого байта, но аж если оно влезло, то вам повезло, а если не влезло, вам не повезло. Проверяйте. Вот. Ну, конечно, всегда есть функция стерлен, где она тут? Истерлен, вот она, которая ровно это и делает, она проходит от начала вашей строки и доходит там нулевой символ, возвращает вам длину. Все это функции, прошу заметить, линейной сложности. То есть, если вы 100-500 раз сделаете в цикле стерлен, то он будет, как бы, вы 100-500 раз в цикле пройдете по всему массиву вашему в поисках нуля. Вот. Очень много функций, которые позволяют что-нибудь проверить. Длину. Сравнить две строки лексикографические. Помните, что такое лексикографическое сравнение? Мы берем нулевой элемент, сравним. Если они равны, берем первый элемент, сравним. Так до тех пор, пока не найдем элементы, которые не равны, или не найдем конец нашей строки, то есть 0 в обоих случаях, тогда они равны, или одна строка кончится раньше, тогда она меньше. Лексикографическое сравнение. Вот. Ну и дальше всякие, И всякие-всякие-всякие вещи, вот тут уже не так интересно. Значит, поиск символа в строке возвращает, я так думаю, индекс. Указатель на то место в строке, где он нашел этот символ. Поиск подстроки в строке. Значит, где, что, указатель. То есть, вообще говоря, если бы не вот это вот свойство такой опасности, что мы положили куда-то в память и не знаем, сколько там места. И надо проверить, сколько места прежде, чем копировать. Ну вот это все. Работа со строками в Си была бы не такой сложной, потому что все нужные методы для того, чтобы реализовать логику работы со строками, то бишь нужные функции, в стандартной библиотеке Си есть. Помимо того, что работа со строками, есть еще отдельная небольшая область для работы с просто байтами. И поскольку байты не являются, байтовые последовательности не являются zero-terminated, то есть нет у них явного признака конца в такого рода функциях, которые начинаются на mem, а не на str, всегда есть указание размера. Ой, я нажал на сайт, указание размера, сколько вы собираетесь сравнивать, сколько вы собираетесь копировать, в каком объеме вы собираетесь искать и так дальше. Значит, из этой речи должно следовать, что большинство строковых операций, которые работают с нашими zero-terminated строками, поддерживают также и вариант с суффиксом n, вот как star-cpy, star-n-cpy, в котором вы явно ограничиваете количество символов, которые нужно посмотреть. Вот. Что-то еще хотел рассказать, или нужно дать пример какой-нибудь приведем. Давайте пример приведем. Ну вот, что сделаем? Давайте мы просто создадим строку, в которую скопируем все параметры командной строки, а не же char-звездочка. Ну вот и прекрасно. Значит, во-первых, давайте посмотрим, что нам надо инклюдить. Кажется, нам надо инклюдить string.h, догадался Штирлиц. Ну, тут не написано, но я думаю, что нам напишут. Написано, да? Ну, где другие, в принципе. Там, где memcpy. А, memcpy, вот здесь. А, вот тут, оно везде, на самом деле, написано. В каждом месте, когда объявляется это самое, тут написано define c-type. А, потому что в c-type, а то, что нам нужно, в string.h. Ну, и отлично. Значит, что мы должны сделать? Мы должны, во-первых, посчитать суммарную длину всех наших параметров, которые нам переданы командной строки. Создать соответствующий массивчик, char-звездочек. Скопировать в него первый элемент, а дальше скопировать в конец все остальные. Ну, давайте так и сделаем. Значит, для начала посчитаем. For i равняется, c-з равняется нулю. А, нет, for i равняется единице. c-з равняется нулю. Это c-з. i плюс-плюс. Нет, пока у нас что? Пока i меньше argc, да, i плюс-плюс, c-з плюс-равно стерлен от argv и t. Посчитали? Потому что c-з. Ага. Потому что в c это вообще запрещено. То есть в некоторых диалектах c можно так делать, но имейте в виду, что, во-первых, область видимости от этого, у этой самой i не закончится форм. Но, по-моему, в c нет. Но я могу ошибаться. Вот. И, во-вторых, это немножко влияет на наше понимание c как языка соответствующего ассемблера. То есть я очень не хочу сейчас рассказывать про c как некоторый ущербный алгоритмический язык, в котором есть какая-то вычислительная модель, не похожая на то, что мы имеем дело, работая в машинных кодах. То есть у нас есть локальные переменные, глобальные переменные, переменные на стеке. Да, переменные в регистрах. Вот. Там могут быть с ним проблемы, потому что c в общем таких вещей не гарантирует. И в разных диалектах c эта штука не входит в стандарт, и в разных диалектах c она может по-разному выглядеть. Вот. Опять же, я могу ошибаться, в каком-нибудь c99 или там c20 могли этот стандарт поменять, но что-то мне подсказывает, что нет. Вот. Значит, так. Посчитали объем. Сейчас заведем, заведем ту самую. char, звездочка, all. Это у нас будет, это у нас будет malllock. Сейчас, а где у нас malllock? В стедоливе. В стедоливе. Вот. Заведем под него буфер. Как вы думаете, какого размера буфер нужно заводить под сумму строк, если их суммарная длина равна cz? Почему плюс один? Да, тот самый нулевой байт, который, поскольку это строки, будет вписан в конец. Так и есть. cz плюс один. Что там? И равно единице. Хм. Ну, давайте я не буду извращаться, напишу strcpy раньше. Хотя, конечно, это такая инициализация. strcpy. То есть копирование строчки. Сначала куда? То бишь, all. Потом откуда? rgv первое. Вот. Значит, здесь уже тогда будет 2. И меньше. rgc. И плюс плюс. strcat. сначала куда, потом откуда, да? all.rgv.it. Как-то так. Мне кажется... Вы можете вот этот ай с одного начать и просто первый байт продвинуться? Да, можно, но я сейчас, как это, это называется, как правильно сказать, это не то чтобы хардинг, да, но это такой, если хотите, шаблон. Если у нас неизвестно, что лежит в строке, довольно странно сначала прописывать туда руками ноль, а потом делать strcat. Семантический мы делаем другое. Семантический мы берем указатель в какое-то место в памяти и в это место в памяти складываем строку. Как бы вот то, что мы осознанно делаем, действие, оно немножко другое по отношению ко всем остальным. Мы туда кладем строку, а потом в конец этой строки дописываем. Понятное дело, что то, что вы говорите, тоже можно сделать, да? Но это вот такой, ну вот, получается, ну как это... Да нет. Оно элегантное только за счет того, что мы, как бы, ну, непонятно за счет чего оно элегантное. Оно не столько элегантное, сколько... Как это правильно сказать? Оно учитывает случай, когда у нас нет RGV. Во! А вот это хорошая идея. Да, что если у нас сейчас RGV будет равно нулю, то у нас будет мусор в этом самом, в молоке. Вот. Это хорошая идея. Ща, давайте, чтобы всем было понятно. Так, и принт. Не-не-не, ща все будет, погодите. Он и так будет в конце. Вот он. Ща, 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 где? Ну, в молоке, он же не обнуляет, да? Он не обнуляет. ЦЛОК обнуляет, а молок нет. Ну, а вот. Так, стр ЦПY же, ну. Ща, давайте, я понял, я понял ваш, этот самый, ваш, как это, ваш поинт, но давайте сначала покажем, как это работает, а потом уже, как это не работает. А, или X3, я думаю, дописываю туда. Что, что? А, Z? Да. Угу, спасибо. Да, конечно, дописываю. Конечно, иначе мы после первого строка-то вместо строки получили бы что-то, что строкой не является. Об этом и речь. Ща. Оу. Че, 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 че? Стэдидинг, стэдидинг. А, плохо видно, но давайте так. А, это плохая идея. Ну, в общем, работает. Вот. Интересно, что получится, если сделаю вот так. Получится ерунда. Почему здесь получилась ерунда? Потому что у нас аркс равен единице, соответственно, ну, молок, ладно, молок тут на один байт сработал. А вот эта вот фигня, вообще говоря, не должна была случиться, потому что нет у нас этого параметра. Так что, возможно, так, как вы предлагали, даже правильно, сейчас сделаем. Значит, смотрите, ну, мы могли что сделать? Мы могли ничего не делать, просто проверить, что у нас аркс больше единицы, а если нет, ругаться. Вот. Почему это работает, когда у нас хотя бы один параметр есть? Потому что в ту память, которую мы выделили, мы строго кладем первый параметр. Вот. То есть, копируем туда строчку с нулем в конце. Дальше мы дописываем в конце, в конец каждой этой строчки, каждый раз дописываем следующую, получаем некий результат, его печатаем. Почему это не работает в случае, если аркс равно единице? Потому что аркв первый, непонятно, что такое. Он вообще неизвестно, что. Вот. Так делать нельзя. Вот. Есть вариант какой? Есть вариант, действительно, так как вы предложили, сказать что-то типа all нулевое равняется нулю. То есть превратить нашу заказанную память в строчку нулевой длины. И здесь уже тогда просто вот так вот в цикле дописывать в конец этой пустой строки, дописывать результат. Вот это должно работать в любом случае, как мне кажется. Давайте, давайте проверим, что она вообще работает. Ну вот, да. Такие дела. Значит, предыдущая схема была чуть более понятная. Да, мы берем буфер, кладем туда первый параметр, а потом дописываем в конец все остальные. В этой схеме надо понимать, что вот таким образом мы формируем пустую строчку. Вот. Мы могли бы даже написать еще более извращенно, мы бы могли написать вот так. Это, кстати, может быть, ну то есть правильно писать так, потому что это коротко и ясно. Но если мы хотим читателю нашему, нашей программы доказать, что тут все не требует пояснения, мы могли бы написать вот так, strcpy all пустую строку. О, так тоже можно. То есть мы для начала инициализируем массив пустой строкой, а потом дописываем в конец. Ну, в общем, понятно, что. Вот. Значит, чего я не сделал в этой программе? Оно, конечно, за меня операционная система сделала, но это нехорошо. Да, я не освободил память, которую сам же выделил. Есть такое четкое правило, все, что вы молочите, все надо фрить. Поэтому освободить всех. Вот. Значит, это правило, в случае, если вы пользуетесь библиотекой C, стандартный имеет некоторое количество исключений. Иногда надо фрить даже то, что вы не молочили. Вот, к сожалению. В принципе, является хорошим тоном написание функций таким образом, чтобы внутри нее внезапно не происходил молок и уж, не дай бог, не происходил фри случайно, непарный. Вот. Но есть такая семантика. Ну, например, вот стырдуп, он тут, правда, задокументирован в разделе. Его еще не приняли. Это экспериментальная функция. В GNUCC она есть, по-моему, лет 20 уже. Вот. В BSD она тоже черт знает сколько есть. А в стандарт C ее еще только включат. Функция стырдуп, от слова duplicate, возвращает копию вашей строки, и она ее сама молочит, а вы ее должны фрить. Это исключение из всех правил. То есть, когда вы пользуетесь такими вот функциями, смотрите обязательно, вот, смотрите обязательно на вот такого рода примечания. Так вы можете, в принципе, пользоваться этим вот общим правилом все, что молочит, все фри, но вот некоторые, некоторые строковые функции возвращают кусочек, ну, копию, и они... Окей, значит, что-то еще интересного, ничего тут больше интересного. Да, можно вы на другую пару уже пойдете? Что? На пару сейчас начинается. Так вы восстанавливаете меня. Когда? Пять минут назад закончилось. Да. Прошу прощения, я не сориентировался. Восстанавливайте, конечно, мы можем. Прошу прощения, я не сориентировался, я не сориентировался, я не сориентировался.